И давайте рассмотрим, как Локи сделать секиру теперь в ZBrush. Погнали. Открываем тулы, находим цилиндр, вытягиваем цилиндр. Следом Edit нажимаем, чтобы он тут зафиксировался. И заходим в Ennizalize. Немножко надо уменьшить HDL. Ну вот так вот пускай будет. И теперь жмём Make Polymesh, чтобы уже начать работать с этой моделью. Alt, левая кнопка мыши отводим вдаль. Заходим в Geometry. Находим вот эту вот клавишу Size. Уменьшаем. И по оси Y вот так всё это дело прибавляем. Уводим. Так, вот здесь где-то будет на двух секира. Нам нужны вот эти нижние. Давайте ещё побольше вытянем. Вот теперь будет нормально. И опускаемся где-то вот сюда вот. Вот к этой части. Вот так. Теперь открываем кисти. Находим TheModelier. Жмём. Пробел высвечивается вот такое окошко. Включим Qmesh. И вот когда у вас A Single Poly включено, нам нужно включить Polyloop. Включаем Polyloop. Теперь Alt. Вот так вот левая кнопка мыши приближаем. Выделяем вот это ребро. И вот здесь вот ставим Loop. И вот здесь вот ставим Loop побольше. И один чуть снизу. И один чуть сверху. Вот так. Так, ещё ближе надо прибавить, чтобы видно было. Теперь выделяем вот так вот. И левая кнопка мыши тянем. Вот получается вот экстрадировалась вот такая штукенция. Следом что нужно сделать. Вот здесь вот чуть сгладить. Выделяем. И вот так немножко это дело тоже подтягиваем вот эти вот лупы. Вот так вот. Вот такой набалдажник получился. Теперь вот так вот ставим. И где-то вот тут. И это всё делаем. Вводим вглубь. Чтоб симпатичнее было. И ещё одну вот сюда луп добавим сюда. Alt. Левая кнопка мыши. Добавим луп. Где-то вот сюда. И добавим луп вот тут вот. Теперь всё это дело. Ctrl Z. Нет, не туда потянул. Бывает. И вот так всё это дело. Прибавляем. Вот так оно всё это оформилось. Вроде симпатичный набалдажник такой. Прикольный. Ну и симметрию сделаем, чтобы тут тоже такая штука была. Так, только побольше я теперь сделаю. Прибавляем и добавим два лупа. Так, это Ctrl Z. И вот так всё это дело прибавим. Добавим ещё луп. И это уже дело уведём ещё глубже. Вот так. И вот здесь ещё добавим один луп. Чтобы не разваливалось. Так. Ну всё это ступенце сделано. Давайте теперь с нижней частью разберёмся. Так, ставим вот здесь ещё. Так, приближу, поближу. Поставим вот здесь вот луп. Вот так вот. И попробуем вот это всё дело теперь вытянуть. Так, Ctrl Z. Не затуплянул. Ctrl Z. Так, Ctrl Z. Находим вот эту вот часть, середину. И вот от неё теперь чуть-чуть прибавим. Смотрим, что тут прибавилось. Вот так вот. Ctrl Z. Тоже округлим. Пусть будет вот такая ручка. И немножко оформим низ на балдажник. Сделаем. Так, вот так луп. Вот так вот. Вот эту часть побольше. Здесь ещё добавим тоже луп. Так. Не туда опять беру. Так. И вот так это дело всё округляем. Так, с нижней частью теперь Ctrl W. Всему этому делаем одну поликруппу. Наводим вот так вот. Ставим пробел. И включим. На ребро наведём. И включим, наверное, стич. Так вот, так вот. Светвер вот этот тоже включим. Ctrl Z. Ctrl Z. И немножко вот так вот. Так, многовато. Ctrl Z. За середину попробуем потянуть. Ctrl Z. И вот так вот немножко оформим. Этот оформим вот так вот. Округлим. Следом нажимаем пробел. Возвращаем на Enter. Добавляем луп. И вот здесь где-то ещё один луп. Вот так вот. Вот так вот чуть-чуть уведём. Следом добавим луп тут. Луп. Луп добавим где-то вот сюда. И луп добавим вот сюда. И ещё по одному. Вот так вот. По-мелкому. И вот эту часть тоже экстрадируем только вглубь. Ну вот такая ручка прикольная получилась. Так. Теперь нужно вот эту часть можно ещё помягче сделать. Так. Ctrl Z. Вот так. Так рифлёнка пусть будет. Вот так вот. Ну вот уже прикольный держак. Так. Всё. Акцент на нём больше делать не буду. Вроде всё хорошо. Всё нормально. Займёмся теперь самой секирой. Находим куб. Делаем Make or Remerge. Так. Нам Z-Modellier больше не понадобится. Можно перейти на любую кисть. Стандартную или Builder. Так. Теперь включаем именно осевую. вот эту часть. Включаем X. Смотрим, где у нас симметрия. Shift. Левая кнопка мыши выравнивает. X можно отключить. Следом вот так всё это дело поворачиваем. Включаем Moog Gizmo. Всё это дело с плюснем. Вот так вот. Теперь сделаем всему этому Dynamesh. Поменяем сетку. Отведём вбок вот так где-то. Чтобы вот этот центр был здесь. Вот по этому краю. Так. Что ещё можно сделать? Отключаем Gizmo. Отключаем поле F. Shift. Ctrl-Shift. Включаем. Brush. Открываем Clip Circle. Вот у нас здесь симметрия. И теперь включаем именно зажатый Ctrl-Shift. Вот эту вытягиваем. И делаем окружность вот этой вот именно нашей секири. Следом я очень люблю занимать делать всё это дело вычитанием. Аппен добавляем цилиндр. Переключаемся на цилиндр. Делаем ему Dynamesh. Gizmo перекручиваем всё это дело. Выравниваем. Сейчас она сохранится. Вот процесс работы сохранился. Теперь всё это дело приподнимаем. Подгоняем. Можно даже где-то вот так чуть-чуть вытянуть. Вот так. И немножко перекрутить. Вот таким вот образом. Так. Теперь делаем Ctrl зажатый и левая кнопка мыши дублируем всё это дело. Подгоняем вот сюда. Ну вроде прикольно. Можно даже чуть перекрутить в другую сторону. Ну вот так вот где-то сильно может и не надо. Но если что потом растянем. Так. Снимаем Ctrl выделение. Вот такая получилась штука. Теперь вставим вот здесь вот второй значок на вычитание. Переключаемся на первый и делаем Merchdown. Жмём ОК и Ctrl левая кнопка мыши снимаем выделение. Вот получился вот такой аппарат заготовка. Теперь можно зайти в деформацию немножко его сделать Polish вот так вот Ctrl зажимаем выделяем маской вот эту середину вот так вот и заходим опять же в деформацию и находим Size так вытягивается наружная сторона жмём Ctrl и чтобы выделилось внутреннее переходим от маскирования так теперь Size прибавляем вот так смотрим что тут Twist Ctrl Z что нам может дать Twist по X и по Z так Ctrl Z вот так его вытянем ух ты прикольный какой получился значит только по Z Ого вот этот тесачок выходит Ctrl Z многовато ну а чё прикольный был бы такой внутрь да ладно Ctrl Z не будем издеваться Ctrl Z ещё немножко Size вот так вот многовато вот таким вот образом и теперь оставляем только ось Z и уходим на низ вот так два раза делаем остриё ну всё прикольно вроде снимаем выделение маску смотрим что да как теперь опять же поработаем немножко резко или вычитанием поставим теперь другую кисть Trimrect вот так вот ну вот уже прикольно это всё заполнится без паники так Ctrl Z можно ещё побольше вот так её где-то обрезать ну вот это так немножко теперь всё это дело сплю с ним смотрим смотрим чтобы нигде ничего не исчезло ну вроде нормально и теперь заходим в деформацию модифит позже мира and well разбежка большая теперь давайте всё это дело немножко вот так вот подвинем и сделаем мира and well так Ctrl Z Ctrl Z Ctrl Z подвинем мира and well что за фигня на какой оси мы работаем Ctrl Z попробуем по Z Ctrl Z попробуем по Y развернём модель чуть-чуть подтянуть не на той оси стоит теперь жмём X Ctrl Z и ещё немножко перекрутим вот так вот ну вот теперь нормально так вот такой тесак есть теперь append подгрузим вот эту нашу рукоять переключимся на рукоятку и немножко её уменьшим чтобы размер у неё был поменьше вот вот это зашкаливает уже вот так где-то ну и также можно уменьшить немножко сам тесак пусть будет поменьше теперь move поднимаем тесак сюда немножко прибавляем вот вот таким вот образом ну вот уже осталось оформление если взять теперь append взять теперь опять же cube переключиться на cube его немножко сделать дай на мэс теперь size немножко его увеличить немножко уменьшить подтянуть вот к этому боку вот так вот перевернуть воткнуть смотрим как он тут установился сделаем теперь control дубликат вот так и немножко эту в эту сторону сделаем вот так вот снимаем теперь маску и опять же поработаем вычитанием вот эту теперь модель subtool надо поднять под вычитаем subtool вот так вот нажимаем теперь merge down ok и снимаем маску вот уже прикольно так этот чуть-чуть можно вот так немножко вот так вот вытянуть вот уже нормальный такой тирсак так теперь заходим где если есть у вас кисточки со всякими трещинами вот находим вот эту трещину и попробуем вот так ее подстроить вот под эти выемки вот так вот теперь можно взять кисть нофт топологи дров сайз побольше и уже здесь повытягивать чуть-чуть сделать другой вид вот так вот где-то таким вот образом вот таким вот образом можно одну сторону больше сделать другую меньшую и жмем геометри модифита позже мира n12 вот что-то тут получилось нехорошее ну вроде ничего так симпатично с усами ctrl z ctrl z делаем всему этому сначала дай на мэш а теперь можно это все делая модифита позже мира n12 вот такие получились прикольные острии потому что тонкая здесь часть ну и можно их конечно если вам они мешают можно их немножко поудалить вот так вот граф сайз побольше и здесь можно что-то еще где-то приподнять где-то припустить добавить каких-нибудь там клепок каких-то деталей ну в принципе фантазия ваша вырезы большие можно так их немного уменьшить в принципе тоже неплохой тесат получился можно здесь добавить символы локи там свинью головы какие-то там рельефы барельефы ну словом будет прикольный вот такая получилась прикольная штука все всем пока до свидания